всем привет вы на канале богини рукоделия и сегодня очередной видео отчет по проекту ликвидация так вот ликвидация расскажу вам где искать этот проект в фейсбуке в группе гигантомания есть проект ликвидация кто не знаком я оставлю ссылочку на первое видео знакомства и оставлю ссылочку на группу и гигантомания обязательно так усаживаемся поудобней делаем чай кофе уже по традиции по нашей и мы начинаем и будем разбирать ваши и мои тоже очки и Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мой кофе готов. Я готова вместе с вами уже разговаривать о наших отчетиках. Прошла очередная неделя. Уже неделька прошла, как вы ликвидируете свои залежи. И могу отметить то, что на этой неделе я просто была поражена. Спасибо всем вам, участникам, потому что вы все сдали благополучно все отчетики. Очень благодарю всех участников, которые брали там отпуск, либо какие-то были вопросы, что они могли эту работу вышивать. Все уже девочки мы в строю, все мы вместе, все мы вместе ликвидируем. Очень вас благодарю за то, что вы вместе со мной ликвидируете свои долгострои. А кто не долгострои, ну вообще, что участвуете в этом проекте. Всех приглашаю. Но сразу напоминаю, у нас компания дружная и мы не терпим вообще негатива. То есть у нас дружно, у нас все по-доброму, у нас весело. Так, начнем с того, что все сдали отчеты, что все вышивали свои работы. Я очень рада. Если честно, вот вы, может быть, там зададите себе вопрос, зачем мне нужна эта ликвидация? И вообще, почему я так переживаю за ваши работы? Потому что я люблю каждую вашу работу. Мне очень нравятся ваши работы. Вы мне даете столько энергии, чтобы я могла вышивать свои вишенки. Потому что без вас, ну я просто к ним не дотронусь. Это честно. Я смотрю на ваши работы. Я смотрю на ваши продвижения. Я восхищаюсь вами. Я вас поддерживаю. Честно, все мои слова, которые я вам говорила, которые я пишу в комментариях, но не всегда у меня получается написать вот такой комментарий, потому что, то есть, есть время ограничено. Я это говорю с искренностью, то есть, это честно, без всякой там ложи и льстивости какой-то. Вот. У нас сейчас, в данный момент, на сегодня участвуют 19 работ. Это уже, то есть, вообще в ликвидации в этом самом проекте больше работ, там фотографии заявлено, но там есть уже у нас завершенные работы. Я их не считаю. Я сейчас считаю те работы, которые сдаются отчетики на данной неделе. То есть, это у нас 19. Участник может иметь не одну, а несколько, так хоть 10 работ ведите, только главное их вышивайте. Так, я здесь ставлю сейчас ролик, где эти все работы будут показаны. На тот момент, вот на воскресенье 22.00 был отчет. Я их все просмотрела, баллы я проставила. И вот давайте полюбуемся вместе со мной и вдохновимся. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Девочки. Берем иголочку, берем ниточку, кто бисеринки и вместе со мной давайте вышивать. Прямо вот сейчас, прям при просмотре этого видео. Вот берем и просто мы начинаем ликвидировать, с чего я тоже и начну. Так. Ну вот смотрите. У меня есть вот схемка. Здесь я пометила, что старт у меня был 25.08. Это было кажется, вчера я написала, просто я закончила лист, сделала отчет и написала себе, что начинаю новый лист. Здесь в принципе немного у меня в этом листочке вышивки. Какое количество крестиков я даже не знаю, но наверное тысячи две. Ну то есть если я буду по норме вышивать это на четыре недели, но хотя мне кажется здесь меньше чем две тысячи. Раз, два, три, четыре, пускай пять, пятьсот. Ну где-то полторы тысячи. То есть за две-три недельки я должна справиться, планирую. Мне бы хотелось это сделать за две недели, потому что я уже хочу как-то их скорее и скорее уже вышивать и скорее их закончить, чтобы уже начать что-то другое. Но вообще на ликвидацию у меня есть еще в запасе работа, которую нужно ликвидировать. Там на равномерке, там такими ниточками модера шелковыми, так короче серьезное дело. Так, давайте я сейчас вместе с вами начну вышивать. вот буква С. Сейчас, минуточку, обозначение моих цветов. Немножечко, сейчас я возьму. Вот оно. Сейчас я возьму, беру. Так, смотрите. Это обозначение моих цветов. То есть я забыла. Буква С. С, С. Это у нас двадцать четвертый номер. Сейчас я тоже хочу вместе с вами повышевать. Потому что, ну чё ж мы будем просто так сидеть-то. Чё, интересно повышевать. Так, давайте еще, какие еще у нас новости в нашем проекте. У нас на этой неделе добавились новые работы. Девочки добавили новые работы. Людмила Сладковская со своей доченькой добавили новую работу. Потом там у нас девочка Наталья Сухаряба. Могу сейчас неправильную интонацию ставить на фамилию. Вы меня простите. Давайте я буду, может быть, просто без фамилий, по именам. Каждый себя узнает и каждый поймет, о ком я говорю. Так, Наташа, Оксана, Ирочка у нас добавила. Нет, Ирочка у нас добавила на прошлой неделе девочку бисером. Но все же она новенькая у нас эта работа. И, наверное, этот отчет был первый. Вот. Потом Наташа, она вышивает у нас и кота, такого мистического кота, шикарного просто. Я очень люблю, Наташа, твоего котика. И еще она добавила еще одну работу. Очень красивую и очень такую замечательную. Я вообще жду все работы, чтобы вы вышли, чтобы вы все-таки показали уже вышитую работу. Уже, можно сказать, завершенную. Даже в идеале уже даже оформленную. Чтобы мы все вместе порадовались, чтобы мы все вместе повосхищались, вдохновились и, то есть, вдохновлялись на новые работы. Вот так вот. Так, что еще у нас новенького? На этой неделе я, как бы, проект этот недавний у нас, получается, с мая я придумала. Ну, как-то, вы знаете, когда первый проект в своей жизни, и там, назову так, это проба-пера, и есть много разных нюансов, когда, ну, когда нужно их корректировать. В данный момент, на сегодняшний день, я столкнулась с тем вообще вопросом, что у нас баллы начислялись за то, что выполняется норма крестиков, то есть, 500 крестиков в неделю. А кто не выполняет норму крестиков, тому добавляется там плюс 10 баллов, если отчет сделан. А кто вообще не выставил ни отчет, ни норму не сделал, того отбирают баллы, то есть, отбирали мы баллы, минус 50. Но, как бы, проанализировав это все, про, вообще, я просмотрела все отчеты, регулярность этих отчетов, пообщалась с людьми, которые эти отчеты сдают. Ну, я поняла, что, когда человек не вышивает, и ты начинаешь минусовать баллы, то интереса уже начинать опять садиться и вышивать, ну, просто уже нет. Ну, то есть, ты столько уже отчета пропустил, что догнать это все, ну, просто нереально. И поэтому я приняла такое решение. Конечно же, я посоветовалась с нашими администраторами группы, с Любочкой, с Танюшей, с Наташенькой. Я спросила, конечно же, у девочек совет, ну, то есть, как лучше сделать, и стоит ли вообще это делать, как это будет справедливо по отношению к другим участникам. Ну, то есть, мы единогласно пришли к такому мнению, что с сегодняшнего дня, то есть, с сегодняшней недели, отчеты по ликвидации вы сдаете, как и сдавали. Сдаете все, одно условие, мы сдаем все отчеты, все девочки, все 19 работ на воскресенье в 22 на 0 должны быть отчеты. И кто сделал у нас норму выполнил, 500 крестиков вышел, ну, 500 минимум, больше, плюс 50 баллов. Кто вышел меньше, плюс 10 баллов. Кто не вышел, ну, бывают разные ситуации. Сейчас, тем более, начнется школа, сейчас домашние уроки. Боже, это сейчас начнется такая канитель, да еще и какие-то там огородные дела поостаются. Ну, короче, жизнь бурлит своим чередом, и нужно как-то в этой жизни набирать какой-то оборот, скорость. И поэтому не всегда может быть получаться у кого-то там вышивать вот эту работу, которая в ликвидации. Но вам нужно будет в воскресенье, либо до воскресенья вы можете это сделать, то есть в течение недели. Делайте фото с кодовым словом и выставляете без указания крестиков, и тогда вам не будет ничего минуса, не будет идти. И просто будут становиться баллы плюс 10. Вот такое вот решение. Исходя с такого решения, выходит такое, что как бы задаются, начинают, вы начнете задавать вопросы. А как же баллы? А как же мы больше вышивали? А мы бросали все, вышивали эту работу? Девочки, не переживайте. Каждый квартал, то есть каждые 3 месяца, те работы, которые завершенные в ликвидации, то есть если вы вышли, вот например, до конца лета, у нас осталась эта последняя неделя, я жду вообще завершенных работ. Как минимум у меня на примете 3, а то и 4 работы. Я верю, я надеюсь, я вообще жду всем, кого я жду вообще в завершенных работах, я всем девочкам написала. И вот в конце лета, в начале сентября, то есть на следующее воскресенье у нас будет отчетный день, и мы будем с вами рассматривать работы, которые завершенные в этот период. И вам будут, ну, то есть я от себя, как администратора этого проекта, сделаю небольшие там подарочки, рукодельные подарочки, которые нужны каждой рукодельнице. И каждый вот, каждый квартал будут поощряться какими-то там призами, какими-то там подарками, может, какими-то бонусами, вот те работы, которые завершенные. То есть стимул есть, стимул есть вышивать побольше для того, чтобы вышить поскорее. То есть если у вас будет 2 завершенные работы, ну, ради бога. Вы претендуете, конечно же, на 2 подарка, на 2 поощрения, можем так сказать. Если вы вышили 3 работы, ну, то есть так же само. Дальше, в конце года, ну, просто у нас есть девочки, которые вышивают в ликвидации такие работы, что, ну, я не знаю, дай бог им сил и терпения, если вышить их за год. Ну, то есть долгие такие работы, длинные, но вышивают каждую неделю, ну, каждую неделю дают отчетики, выполняют все правила, ну, то есть, ну, как бы по отношению к ним было бы вообще несправедливо никак их там не отметить. Я, конечно же, сделаю для, собственно, для таких работ отдельный отчет, то есть это будет в какую-то отдельную недельку, ну, это мы потом еще поговорим. И вот в конце года, ну, где-то, наверное, в 20-х, ну, посмотрим там, как будет выходить у нас регулярность наших видеоотчетов, посмотрим на тот день, ну, может быть, 20-е числа декабря, может быть, 19-го декабря, ну, посмотрим, какой у нас мы решим, какой день у нас будет в году у нас завершенный, там будет немножечко, наверное, перерыв на новогодние праздники. Ну, как бы, вот в конце года те работы, те выше, ну, то есть, на тот момент, когда останутся там работы, которые участвуют в ликвидации, и у них будет, там, например, там, у одной девочки, там, 500 баллов, у другой 400, у другой 800, третий, там, тысячу, то есть, 5 человек, которые набрали за весь период проекта ликвидации больше баллов, не берем те работы, которые уже завершенные, потому что они уже получили свой приз, свой подарок, сказали вам спасибо, то есть, только будут, это будет касаться только тех работ, которые будут вышиваться вот на тот момент, на тот момент, и будем смотреть уже, у кого больше баллов, 5 работ мы выбираем, и уже этих 5 работ будут отблагодарены за участие вообще в проекте, что это будет, еще не знаю, то есть, ну, что-то будет интересненькое, думаю, вам понравится. Так что, так, мы поняли, с этого отчетного периода у нас минусов по баллам просто не будет, но вы должны все сдавать каждую неделю отчет, даже пускай вы не вышли совершенно ничего, все равно отчетик с кодовым словом вы делаете и ставите, ну, просто, чтобы вы не забывали о проекте, чтобы я любовалась вашими работами, чтобы девочки другие тоже любовались работами, ну, то есть, чтобы был у нас какой-то, хотя бы с вами обратный какой-то диалог, ну, просто не хочется, знаете, как разговаривать в одну сторону, ну, как вот в телефонную трубку говоришь, вот, да, там говоришь, алло, алло, привет, привет, а тебе никто не отвечает, ну, то есть, так же самое, я не хочу, чтобы было вот с нашей ликвидацией, чтобы я сижу, жду, воскресенье, жду, посмотрите, что же девочки вышли, что же, что же, вот, как, а получается, смотришь, отчетов и нет, и никто не выставляет, и отпуск никто не просил, и вообще как-то ни здрасте, ни до свидания, то есть, я такого не хочу, я хочу, чтобы мы все с вами дружили, обязательно, чтобы мы все с вами были добрыми, никакого негатива вообще, то есть, в чате, в нашем, в комментариях не принимается никакой негатив, никакая вообще критика, нет, конечно же, критика нужна, но она должна быть в корректном тоне, скажу так, то есть, мы все люди, мы все имеем право на ошибку, и каждый имеет право выбрать ту работу вышивать, которую он хочет, то есть, никто же не навязывает, я же не буду никому навязывать мои вишники, а кому-то, может быть, они не нравятся, да и не нравятся, но и ради Бога, они нравятся мне, ну, так же самое, и к другим работам, поэтому мы вышиваем все работы, выставляем все фотографии, и так будет интереснее, и вам, и мне, и другим участникам, и тем участникам вообще, кто состоит в группе гигантомания, но не участвует в ликвидации, тоже заинтересуются, а может быть, а мне бы поискать, а там у меня в шкафу или в ящике в каком-то, там лежит вот какая-то старая работа, я хочу ее вышить, ну, вот как же мне начать, я вступлю-ка я в ликвидацию, то есть, и с помощью ликвидации вы сможете вышить свою работу, которая у вас пылится, просто лежит, но она прекрасна, потому что не была бы она такой прекрасной, вы бы ее не начали, но бывают моменты, когда просто муза уходит, и нужно как-то эту музу подпитать, как-то этой музе дать какой-то, знаете, глоток воздуха, вторую, вторую жизнь, то есть, начать опять жить, опять вышивать вот ту работу, не стесняйтесь, добавляйтесь, в группу стучите, добавляйтесь в проект ликвидации, то есть, все у нас получится, если получится, все будет отлично, вот такие пока на сегодняшний момент новости, то есть, новости хорошие, новости положительные, жду ваших комментариев, кто не подписался с участников проекта ликвидация, прошу подписаться, нажать колокольчик, для того, чтобы не пропускать видеоотчеты, потому что в основном, главную информацию я буду рассказывать здесь, на канале, ну, мне легче вам рассказать, нежели это все, вот таким вот текстом написать, ну, сидеть, писать как-то, бывает, иногда пропускаешь что-то важное, а уже, а уже ты отправил этот текст, а важное опустил, и потом начинается, а я добавлю, а я переделаю, а не так, а не то, ну, то есть, важные вопросы я буду, вот, в видеоотчетах говорить, так что так вот, вот я немножко с вами поговорила, и вышла совсем чуть-чуть вот крестиков, на своих вишенках, ну, как бы, меня радует, то, что вот эта вишенка, у меня идет красного цвета, такого, бордово-розово-красного, ну, такая красивая вишенка, и мне она очень нравится, и вдохновляет, вообще меня вдохновляют ваши отчеты, меня вдохновляет то, что я не должна там пропустить отчет, не сдать, вот, кстати, на этой неделе я тоже выполнила норму, вышла, или 680, или 580 крестиков, не помню, что-то помню 80, но не помню, но отчет я сдала, как положено, правильно, то есть, если на прошлой неделе я не вышла норму, то на этой неделе я ее вышла, даже немножечко больше, вот, немножечко я вам так похвалюсь, вот, такие вот дела, так, 1, 2, и вот здесь, вот, вы видите, в какой последовательности вообще расположены эти крестики, и так вот вся, просто вот эта четвертинка, просто вот здесь вот, очень много таких, одиночных, вообще, цветов крестиков, а потом, когда в конце остается там немножечко, потому что бывает иногда там, вышиваю я одним цветом, и какой-то цвет пропущу, и уже в конце, когда нужно дошить этот, получается, четвертинку, уже начинаю я по одному крестику, здесь вообще вышивала, по одному крестику, ну, очень много раз и меняла вообще ниточку, но ничего, справилась, как бы, так, посидела немножечко, попереодевала я ниточку, с иголочки в иголочку, ну, как бы так, немножко помучилась, но, сделала это, и я думаю, надеюсь, что, у меня вообще такая есть мечта, такая есть мечта, до конца 2019 года, вышить эти вишенки, но я реально понимаю, что этого я не сделаю, ну, не знаю, я буду очень стараться, но, у меня просто есть параллельно, другие еще работы, другие еще процессы, и все свое время, свободное, посвятить вишенькам, не просто, ну, физически, не технически, не могу, потому что нужно вышивать, и те тоже работы, которые, кстати, немало интереснее, чем вишенки, немало, даже есть и сложность, как бы, некая в этой вышивке, но, я стараюсь как-то уделять всем работа, ну, как получается, уже, как получается, ну, отчетики по ликвидации, хочу хотя бы, вот, начать, теперь не пропускать, хотя бы 500 крестиков, вышивать, потому что, так, с такими темпами, я буду, очень-очень долго, вышивать, эти вишеньки, и вообще, не вышью больше, ничего, кроме этих вишенек, а я люблю, ну, вы знаете, я, как бы, до вишенек, я не вышивала, таких проектов, больших, и долгих, я вышивала, ну, в принципе, у меня была, самая, наверное, долгая моя работа, это я вышивала, жирафиков, там, у меня была идеальная изнанка, это моя первая работа, крестиками, как-то вам покажу, расскажу про нее, и, я их вышивала, наверное, месяца два, а может быть, немножечко больше, но это был, самый-самый, длинный срок, все остальное, вот даже, те картины, которые я вышивала бисером, ну, я, как бы, их вышивала, наверное, одну картину, месяца полтора, может быть, месяц, у меня их три, я их три вышила, за пять месяцев, вот, так долго, я уже эти вишенки, колупаю, наверное, с нового года, вот, уже восемь месяцев, скоро будет, девять месяцев, ну, такого у меня никогда еще не было, вот, и, поэтому, для меня это непривычно, непривычно, и, потом же, уже увлеклась этими вишеньками, потом я начала, вышивать, авторскую схему, то есть, разработку схемы, мне делала, Галина Нестеренко, это разработка фотографии, и, ну, по фотографии схемы, сделала, я вот тоже, я начала вышивать, тоже, она большая, там, такой, тоже, грандиозный проект, потом, я начала, золотого карпика, это все, вот, улов, и карпики, в одно время, были начаты, вот, древние, таких, огромные работы, которые нужно вышивать, и которые нужно, как-то, хотя бы, за этот год, продвинуть, потому, что, ну, вы знаете, я столько всего, хочу вышить, ну, вот, я вам раз, пожалуюсь, но, я просто, не знаю, я не знаю, как мне своего хомяка, вот, того уже, в какую клетку посадить, я просто, уже не знаю, но, я, я не могу, спокойно, смотреть, на какие-то наборы, а, теперь, я, стала, обращать, внимание, на, дименши, на их разработку схем, просто, ну, я не знаю, короче, как бы мне сдержаться, не купить чего-то такого, хотя, у меня еще есть, этих работ, сколько можно вышивать, ну, на два года точно, вот, есть уже наборы купленные, укомплектованные, то есть, есть, что начинать, и что вышивать, ну, я вообще не знаю, как руки дойдут у меня, до всех моих, уже запасах моих, вот так вот, а еще сколько у меня хочушек просто, я, я не знаю, это неужели, я, вы знаете, когда начинала вышивать, я не верила, я думала, ой, девочки там пишут, в группах там, какие-то комментарии пишут, вот там, вот столько, столько нахомячил, думаю, это какой-то, какая-то шутка, думаю, кто-то там хочет пошутить, но, оказалось, что не так, оказалось, что, на самом деле, это такое и есть, и на самом деле, оно же у меня не остановится, ну, наверное, никогда, мне постоянно будет хотеться, что-то купить новенькое, что-то новенькое начать, что-то вышивать, но, хотя, я вот понимаю, для того, чтобы начать что-то новое, нужно закончить что-то старое, но, все же, иногда даю слабину, слабину, я думаю, что у вас так же самое, я от вас жду комментарии, жду от вас подписку на канал, нажимайте колокольчик обязательно, чтобы не пропустить ни одно видео, вот, зовите своих друзей, подписаться, такое немножечко сарафанное радио, сделайте, вот, я немножечко с вами и начала этот свой листочек, получается, четвертый, этот, кстати, вот этот лист, который я вышиваю, это будет, когда я вышью, это будет половина, ровно половина, и дай бог, чтобы эта половина вышла за 9 месяцев, ой, ой, шум, это гугл, он опять не хочет сюда ко мне идти, я не знаю, чем я его обидела, вот, новый стол, он не хочет почему-то, но ничего, он здесь находится рядом в комнате, но, не идет, я его звала сегодня, перед снятием видео, я звала, но не захотел, чего-то посмотрел на меня, и не пошел, то ли может обиделся на что-то, то ли, я не знаю, как-то он застеснялся, застеснялся, но ничем, он обыкнется, и придет, так, вот, еще, еще, я сделаю несколько листиков, вместе с вами, вот, еще немножечко, так что, вот, получается, я дошью, вот эту четвертиночку, еще одну, и у меня будет половина вышитых, вообще, этих вишенек, и останется еще, взять такой вдох, и вышить еще одну половину, ну, и благополучно отнести в багетную мастерскую, оформить, и привесить на стену, и ходить каждый день любоваться, ну, очень бы мне хотелось до конца года это сделать, но я понимаю, что, наверное, нет, ну, хотя, бог его знает, как оно пойдет, знаете, как, может быть, я так вдохновлюсь, и вообще, этими вишенками, что я буду им уделять, больше всех времени, и такое может быть, конечно же, ну, посмотрим, так, здесь у меня закончился уже, вообще, этот значок, нужно мне, ниточку уже отрезать, и менять на другую, вот, и сейчас зафиксирую, вот так вот ниточку, изнанка, конечно, меня просто поражает, я, конечно, поражена, после моих идеальных изнанок, когда просто приходится, вот такой вот вышивать, ну, вы же сами видите, думаю, меня поймете, вот смотрите, просто вот здесь вот, ну, сплошные, как бы, одиночки, так это один цвет, на вот этом вот квадрате, будет цветов, наверное, 10, а то и больше, ну, я их поменяю 10 раз, ниточку, как мне делать идеально, знаю, вообще, ну, я думала, думала, и когда начинала их, вышивать, я все думала, думала, как же мне сделать, и я так, так я и не придумала, и пришлось, ну, сделала этот вывод, что я делаю вот такой вот ковер, с обратной стороны, вообще не знаю, так что, вот такие вот дела, по отчетику, по ликвидации, я, в принципе, все, что хотела сказать, я вам сказала, свой отчетик, я вам показала, свои вишенки, с вами немножечко я вышла, кофе с вами мы там попили, ну, в принципе, все дела мы сделали, и поэтому, на этой веселой ноте, мы можем с вами прощаться, до новых встреч, жду вас всех в проекте ликвидация, жду всех вас на следующей неделе с отчетами, и всем пока-пока, с вами была Милочка.